Необычная девушка провела в Алматы сольный концерт. Воспитанница детского дома, родившаяся без рук, Зарета Курмангужинова, с раннего детства еще и борется с хрустальной болезнью ног. Но, несмотря на испытания, выпавшие на ее долю, она успешно окончила колледж в Южном Казахстане и поступила в Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. Кроме этого, девушка хорошо поет и даже танцует. В этом убедилась моя коллега Жанатая Тенова. У меня сегодня концерт, поэтому хочу пристать на сцене. А ладно. Ну вот я и... Энергичная и не по годам мудрая Зарета готовится к первому выступлению на студенческой сцене Алматы. Безграничная любовь к жизни, стремление к новым достижениям и просто желание быть частичкой этого мира подстегивает девушку ежедневно работать над собой. Думать о физических недостатках просто нет времени, говорит начинающая певица и мотиватор. Главная цель – изменить отношение общества к людям с ограниченными возможностями. Проблема общества, все-таки я заметила, что к таким людям, как нам, все равно относятся как-то несерьезно. Я вижу вот эти некорректные взгляды, недовольство. И, к сожалению, нам приходится с этим бороться, потому что кто будет бороться, если не мы сами. Сокурсники и друзья говорят, что Зарета никогда не рассказывает о своих проблемах. Она радуется каждому прожитому дню. Рядом с ней просто невозможно думать о негативе. Девушка не только поет и танцует, она вполне может встать на одну ступень с различными знаменитыми мотиваторами мира, считают зрители. Она очень позитивная. За яркой личностью Зареты легко забываешь о ее физических недостатках. Общение с Заретой окрыляет людей. Она мотивирует окружающих на добрые поступки и всегда может поддержать в трудную минуту. Либо люди меня такой принимают, либо нет. Все. Доказывать, что-то показывать им. Зачем мне это надо? Я учусь себе, докажу, что я личность. Поэтому. Махта волна. Репертуар у девушки незамысловатый. Песни легкие, но со смыслом. Пока она исполняет песни звезд российской эстрады. Судя по бурной реакции публики и громким овациям, очень даже неплохо. В далеко идущие планы Зареты входит и написание собственных песен. Этот концерт наши ребята ждали очень давно. В первую очередь, конечно, мы гордимся, что Зарета учится именно в нашем университете, который может найти выход из любой ситуации, настроить на лучшее и организовать любое мероприятие. Люди тянутся к ней. Шквал эмоций и кучу позитивных впечатлений получили первые слушатели Зареты на обычном студенческом концерте. Похоже, что она смогла показать и доказать своим зрителям, что каждый человек, несмотря на свои физические и материальные возможности, является полноценным членом общества. Творческую карьеру за это начала только в прошлом году. Но это уже второй ее сольный концерт. В ближайшем будущем уверенная в себе, позитивная девушка, мечтает собирать многотысячные стадионы не только в нашей стране, но и во всем мире. Жанна Тайдина, Ваган Николаев, телеканал Алматы.